Ну что, начинаем, благословясь, с Богом, перекрестимся для успеха нашего интервью. Максим, Максим, прочитай тебе лекцию о вреде суеверия. Да, мы так ради этого и собрались, чтобы услышать эту лекцию. И в качестве лектора у нас выступает бывшая православная монахиня Валентина Муренкова. Но я все чаще и чаще получаю сообщения, комментарии о том, что, Валя, люди тебе не верят. И так прямо и пишут, да вы все врете, обманываете нас, никакая она не монахиня. Я уже пишу, что да, Валя не монахиня, она актриса МХАТа. Сегодня мы поговорим, как обычно, о высоком. Будем говорить с бывшей монахиней Валентиной Муренковой о высоком. О чем это? О высоких ценах, о высоких зарплатах чиновников, о высоком уровне зараженных ковидом. Нет, об этом мы, конечно, не будем говорить, и это нам неинтересно. А вот мы сегодня ответим, Валя ответит на вопросы и комментарии наших чудесных зрителей. И мы немножко пофилософствуем тоже, потому что я не один буду интервьюировать. Со мной не менее яркие люди из прошлого, которые хотят... Ну, ладно, я хочу, чтобы мы обсудили их мысли. Валя, ну, сначала скажи, какие новости на этом вот... Как это назвать? Ну, в фронте не хочется такую лексику использовать, такой словарь милитаристский, да, на ниве абсурда и какого-то чего-то ибзика, на ниве абсурда ибзика. Что нового? Ты о чем сейчас говоришь? Религиозный абсурд ибзик, да. Что там происходит в религиозной среде? Да вообще, может быть, и в мировой, если ты следишь, потому что ты у нас же религиовед настоящий, и учила-то религию не только по учебникам, но и вот по жизни, да. Я 17 лет училась в православии. Это закалка. Кстати, что дала тебе эта закалка? Ну, во-первых, я сначала поздороваюсь. Здравствуйте, дорогой Максим. Здравствуйте, наши дорогие зрители. Я рада всех приветствовать. Вот. Про закалку могу сказать, что да, безусловно, эта закалка еще та. Мало не покажется, как это, в церкви, в церкви уже не стоит смеяться, в церкви тоже, вот, наверное, да, кто был в монастыре, тот в церкви не смеется. Вот. Что я могу сказать? Происходят какие-то совершенно криминальные события, которые, ну, не лезут вообще ни в какие ворота, если к ним относиться серьезно. Если смеяться, то это бесконечные анекдоты. То патриарх высказывает, что по воскресенье все будут сквозь стены проходить, то еще какие-то нелепости, то какие-то законы чудовищные, то еще какая-то ерунда. Ну, вот кому интересно, просто посмотрите новости, я сейчас не буду на них останавливаться. Вот. То есть это как бы, знаете, вот такой шквал идет, вот, и в этом шквале просто, ну, вот то, что было неделю назад, кажется, уже было, я не знаю, ну, полгода назад, а то, что было полгода назад, кажется, это вообще не знаю, сколько лет прошло. Вот. Просто так вот перелистываешь события у себя там, френд-лиенту перелистываешь, и вот, конечно, невольно на этом, ну, удивляешься невольно. Вот. А у меня радостные события, можно сказать. Я уже устала всем сообщать, что вот-вот, вот как только, так и сразу, и моя книжка выйдет. Ну, вот это, суверный бы человек перекрестился, или сплюнул через левое плечо, или как-нибудь там по дереву постучал, а я вам просто скажу, что, наверное, скоро книжку выпустят. Вот. Ну, сейчас времена сложные тут, как бы, и в Москве всплеск ковида. Валя, ты знаешь, что мы спокойно ждем все, никаких вопросов не задаем. Ну, как выйдет, так выйдет. Рано или поздно она выйдет. Когда тебе надоест ждать, она и выйдет. Либо раньше, если вот издательство свои, так сказать, обязанности выполнит и выполнит свою работу, в конце концов. Хорошо. Так что... Вот, наверное, мне уже сто раз надоело ждать, но что-то пока это сроки не ускорило. Сдомнем для ясности. Давай дальше. Вот смотри. Значит, пишут люди. Ругаются, небось, да? Практ 3 сумхата? Ты знаешь, те, кто ругаются, у нас все равно как-то мы их, по-моему, воспринимаем по-доброму, мне кажется. Потому что, да, потому что, как бы, знаешь, почему вот анонимность, в чем она хороша, в чем прелесть анонимности? Ну, в том, что мы, на самом деле, имеем дело только со своим восприятием и со своими мыслями, на самом деле. То, что написано, мы не знаем ни человека, ни кто это написал, кому это в голову пришло. И поэтому он такой обезличенный, он как можно небезразлично относиться к обезличенному. То есть, по-моему, это как, ну, об стенку горох все равно. Но мы используем это, как, вот ты правильно сказала, тренинг своего рода, да? Потому что многие из тех, кто вот встал на этот путь или встанет еще и на путь, я имею в виду, расцерковление, да? Это для них делается, по большей части, чтобы они увидели, как нужно относиться к такого рода вещам. Чем больше они это слышат, тем меньше ценность вот этих всех, этих всех заявлений, этого, этой манипуляции сознания, да? Ну да. И чем больше мы над этим смеемся, тем, как бы, легче посмотреть, ну, как бы, тем меньше страха, согласись. Вот. Смех, он, вот, уничтожает страх. Абсолютно верно, абсолютно верно. Мир лежит во зле и погружается в него все глубже. Увы, и земная, религиозная, общественная жизнь тоже идет этим же путем. Вот такой комментарий. И еще. Просто сейчас в монастырях на 95% обычная мирская кутерьма, а в бабских так типичный террариум. Это ж всегда так. Вот женский монастырь – это террариум единомышленников, да? Бабье царство. Вот расскажи, пожалуйста, Валя, об этом. Есть ли разница между мужским и женским монастырем в плане вот этого отношения друг к другу, да? Этих проблем, которые в коллективах однополых возникают. И действительно ли там вот такие бабы, как мы привыкли думать, что вот глядя на женские коллективы, что это бабы такие, разговоры бабские, там сплетни и все, что с этим связано. Ну, понятно, вы там не обсуждали мужиков, наверное, да? Но хотя кто знает? Может быть, батюшка же мужик, вы же его обсуждали, но не с той стороны, может быть. Ну, хотя Бог его знает. И это все мои догадки. Вот расскажи, пожалуйста, о женском коллективе в Рязах. Ой, ну вот как тебе сказать? Я с этой фразы начинаю, наверное, любой свой ответ. Как сказать, да? По-разному. Все по-разному. И об этом я уже, ну, я не знаю, ну, чуть ли не в каждом ролике говорю, что все люди разные, все коллективы разные. И в обычной светской жизни все коллективы разные. Есть, вот как ни странно, встречаются коллективы единомышленников. Вот точно так же в церковной среде встречаются общины единомышленников. Включаются террариумы, независимо от того, мужские они или женские. Вот. Я видела и то, и другое. Я видела и такое, и такое. И я видела, как целые коллективы тихо, а то и громко сходили с ума. Вот начинается эта эпидемия душевной болезни. И она охватывает большие коллективы сразу. Прямо вот, прям пошло. Да. И бывают вполне себе здоровые колхозы имени Ленина, которые просто вкалывают и все. Без всяких этих, трудятся на полях, огородах, коровниках, сыр делают. Вот там, я не знаю, что еще они там делают. Вот. Варят, стирают, убирают, готовят. Им некогда губстями заниматься. Вот поверь, вот в таком вот трудовом монастыре, братья или сестры, неважно, братья или сестры. Но я застала такие монастыри, потому что они были такие, в принципе, вот в период, когда все это из руин поднималось, там в 90-е. Вот реально из руин поднималось. Когда им там вечером доползает до кровати, или она, он перекрестил правила Серафима Саровского и в отключку. Потому что, ну, вот все. У человека сил больше нет ни на что. Ни на пересуды, ни на что. Но должны тебе сказать, что в отличие от всяких творческих коллективов, все-таки в духовных коллективах пересуды, осуждения и все такое, они, как бы, это считается греховное занятие. Этим, ну, возможно, там кто-то и предается по-тихому и как-то там еще, но потом обязан каяться в этом, если он осознает этот свой грех. Ну, не осознает его проблемы. Поэтому, как бы, вот, там по-всякому бывает то и другое. Ну, самый, я не знаю, самый большой, как бы, чем выше иерархия, тем более жесткие отношения, тем террариум гораздо более ядовитый становится. Вот. Опять-таки, я тут просто с дуру подписалась на два телеграм-канала. Один в Вести, значит, Синода, РПЦ, а другой там, в общем, всякие сплетни о мировом крестьянстве. И вот что одно, что другое. Вот хоть стой, хоть падай. Ну, кому интересно, читайте. Это я чисто, вот, как бы, чтобы не забывать. Я что-то книжки пишу, вот, чтобы не выпадать из темы. Вот я их иногда проглядываю и не перестаю поражаться. Ну, как, вот, ну, как в своем уме в 21 веке люди вот так вот развлекаются. Ну, наверное, может. Вот. Слушай, у тебя вот интонацию, я сейчас уловил, вот эту Малышевскую, Малышевскую. Не знаю, я Малышеву не смотрю. Телевизор я не видела много лет. Малышеву тем более. Я знаю, кто это такая, я знаю, кто это такая, но смотреть я не знаю. Да, я тебе могу сказать и нашим зрителям, что телевизор я не смотрела с 1988 года. 88-го. И когда я периодически где-то там, ну, садишься в автобус, а там включен телевизор, междугородний. Помнишь, раньше было такое дело? Или где-то ждешь в какой-то очереди, а там включен телевизор. Это каждый раз для меня большое потрясение и культурный шок. Вот. Так что не копирую. Без культуры. Совпало невольно. Я не знаю, что с этим телевидением, но действительно какая-то это чума, просто чума. Ну, Максим, мы же знаем, что те, кто читает книжки, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Так все наоборот как раз, все наоборот. Нами руководят те, кто смотрит телевизор, они читают книжки, которые читают книжки. Григорий Перельман вот эту его фотографию увидел еще раз. Он выглядит как бомж, просто бомж, бедный человек. Кем он руководит, чем он руководит. И много таких людей, начитанных, они ничем не руководят. Он математик, ему это неинтересно, честно. Ты же понимаешь, руководить людьми, вообще хотят люди, у которых масштаб личности подростков. И вся культура заточена под это, и политика заточена под это. И в политике люди с масштабом личности подростков. Все. Слушай, а в церкви... Свои игрушки, свои прибамбасы, свои, вот они, понимаешь, боеголовками меряются и прочее, прочее. Ну что с них взять? Это не важно, сколько им лет. Это масштаб личности подростков. Вот и все. А в церкви? В церкви масштаб личности. Разные люди бывают. Но опять-таки, ты же понимаешь, что когда человек рвется чем-то управлять и кем-то руководить, то это чаще всего подростки. Только подростки знают, как надо устроить эту жизнь. Чем старше человек и опытнее, тем он больше понимает, что, в общем, как бы вот... Ну, все сложнее. Вот. И тем меньше ему хочется вообще, как бы, вот в это все впрягаться, да? Ну вот. И только подростки шашки на головке в зенит и поперли. Давай дальше. Вот Юлия пишет. О, зачитали, Валентине, мой комментарий. Спасибо. Никакой пропаганции я не вкладывала, только мои ощущения. По поводу количества лет в церкви, разумеется, 3 года и 20 лет – это разные величины. Но давайте не обесценивайте чей-то маленький опыт. Лично для меня 3 года – это существенный срок. За 3 года можно профессию новую получить, можно диссертацию защитить, родить двух детей, ну или не сделать ничего. А вот скажи, пожалуйста, вот скажи, пожалуйста, вот за 20 лет, Валя, вот все-таки багаж, вот как бы ты оценила, выражаясь метафорически, там, защитила диссертацию, родила там 20 детей или ничего не сделала? Ну, ты понимаешь, ведь каждому свое. Для кого-то ценность диссертация, для кого-то ценность дети. Нет, вот подожди, это я выразился метафорически, да? Давай скажу по-другому тогда. Вот как ты оцениваешь эти свои 20 лет в церкви? Есть достижения или наоборот это провал, или это путь к успеху? Ну, как тебе сказать? Во-первых, это мой опыт, да? У меня за это время было много, скажем так, личностных каких-то и провалов, и достижений. Ну, 17 лет, это, можно сказать, большой кусок взрослой жизни человека, да? Да вот. Так что сейчас, безусловно, я бы хотела провести это время иначе. Ну, живем с тем, что есть, используем то, что наработано, вот и все. Движемся дальше. И я считаю, что бессмысленно это волос на себя рвать, там, это голову пеплом посыпать, и скорбеть о, так сказать, непрожитом, несостоявшемся и так далее. Ну, значит, надо сейчас догонять время, догонять себя. Реализовать тогда упущенные возможности, безусловно, как бы сказать, возраст не вернешь, да? Есть вещи, которые нельзя вернуть, но есть те, которые вполне себе возвращаются. Не, вот это очень хороший вопрос, который вот наша зрительница, так сказать, спровоцировала, побудила задать, да, действительно, вот как мы относимся к своему времени, к возможностям, к пространству, к себе, да? Вот ты говоришь об упущенных возможностях, но многие ведь не уходя в монастырь, живут как в монастыре, да, то есть упуская возможности, не давая процвести своему таланту, не самореализуясь, не рискуя, да, не пробуя себя там в разных областях, не живя активной жизнью, да, вот просто плывут по течению. Ну, ты знаешь, в этом, как тебе сказать, созерцание тоже есть какой-то смысл, да, вот каждому свое, кому-то кто-то создан для такой вот созерцательной жизни. Ты его заставь двигаться, заставь крутиться, но он будет глубоко несчастным человеком и закончит, опять-таки, тяжелой депрессией, да, вот это все эти опыты, да, потому что есть люди, которым это все просто не нужно. Тяжело, вот понимаешь, вот как бы тебе сказать, вот тут эта интересная штука, что-то я уже не помню смотрела, читала всякие материалы, вот для кого-то материнство – это счастье, это выстраданное там желание, это, ну, осознанное желание, это вот и так далее. Для кого-то это беда, а для кого-то беда, потому что кто-то не, ну, вот, там начинаются все эти послеродовые депрессии и прочее, прочее. Для одних тот же самый монастырь, ты знаешь, счастье большое. Кто-то счастлив и без памяти, и там находится, молодец. Кому-то там плохо. Я просто за то, чтобы у человека была возможность изменить свою жизнь, если он попробовал, например, что-то или оказался в какой-то ситуации, она ему не нравится, она его не устраивает. Не устраивает брак, не устраивает профессия. Значит, надо менять свои обстоятельства, а не страдать до конца жизни тем, что тебе, или с тем, или в обстоятельствах, которые тебя не устраивают. Ну, сейчас другое время, сейчас можно изменить все. И раньше люди меняли, но все-таки тогда, допустим, и женщине было гораздо тяжелее вести самостоятельный образ жизни, строить карьеру и так далее, как-то себя реализовать вне супружества, вне материнства. Это вот два варианта, или монашка, или замужняя, как бы так. За редким исключением профессиональных блудниц, которых всегда было мало. Так что вот, и что делать? Сейчас таких возможностей много. Я за то, чтобы люди пробовали разное, не понравилось, меняли, переучивались, разводились, женились еще раз. Вот, и так далее. Ну, как бы, понимаешь, с детьми, конечно, сложно, потому что это ты, ну, я знаю людей, которые отказались от своих детей, и, возможно, это был лучший вариант, потому что если бы они оставались вместе рядом с сумасшедшими родителями, которые просто не тянут родительство, понимаешь, вот особенно женщинам навязывается этот стереотип, что вот в каком-то возрасте она должна выйти замуж и стать матерью. А это далеко не всем нужно, далеко не все на это способны, далеко не все могут сделать счастливыми своих детей. И рядом с такой матерью зачастую ребенку гораздо хуже, чем без нее. Или с отцом с таким. Это не только о матерях речь идет. Я понимаю, конечно, что каждый раз это особая ситуация, ее надо решать как бы индивидуально, но факт, что все люди разные. То, что хорошо одному, то плохо другому, да, как в той поговорке. Для другого смерть. А есть люди, которые именно того же факта добиваются со страшной силой? Так, у нас что-то зависло. Зависло видео. Связь. Подождем немножко, может быть, восстановится соединение. Так, Валенька, ты слышишь меня? Да, слышу. У нас прервалось что-то, да? Да, произошла какая-то накладка. Мы продолжаем. Я предлагаю перейти к следующему вопросу. Следующий вопрос очень интересный. И вот какой-то зритель, который посмотрел ролик под названием «Молиться не надо, иконы и мощи не помогают, Бога нет, Христа нет, религия рабства», написал в конце ролика «Она осознала Бога и чудеса». Я уже не помню, о чем шла речь, но вот осознала ли ты Бога и чудеса, Валя? Нет, я абсолютно… Я рассталась с религиозным сознанием. Рассталась с религиозным сознанием. При этом я не отрицаю чудес, но как бы чудеса – это такая удивительная штука, чудеса происходят по воле людей, которые могут менять реальность. Ну, мы знаем, чему бы жизнь нас не учила, а сердце верит в чудеса. Просто они у меня происходят каждый день. Значит, я окружена людьми, и сама такая… В моем окружении есть люди, которые умеют менять реальность. Иногда у меня получается. На самом деле, я очень не люблю менять реальность, я предпочитаю с ней договариваться. Ну, расскажи нам тогда уже, Валя, вот о последних твоих чудесах. Ну, вот очень интересно. Знаешь, вот каждый день что-то бывает. Но есть вещи, о которых просто не стоит говорить, потому что это мои внутренние чудеса, мои внутренние инсайты, озарения. Счастливые события, невероятное совпадение. Даже по датам уникальные вещи какие-то происходят. Вот только сегодня много всего интересного было. Но об этом у нас в Фейсбуке. Я сейчас не буду пересказать, потому что это не совсем моя история. И я дождусь ее завершения. Понимаешь, чудеса не такие… В Фейсбуке уже хрупкие? Моя дочь опубликовала. Чудеса – это такая хрупкая инстанция. О ней лучше не болтать, пока оно в процессе. Понимаешь, вот произойдет, тогда вишенка на торте. Понимаешь, вот. А так удивительно подумаешь о человеке. Он вдруг раз возвращается в твою жизнь или откуда-то проявляется. Чего ты хочешь, и вдруг вот именно это тебе предлагают. Вот оно не было, вот оно появилось. Вот, ну и так далее. А есть совсем удивительные вещи. Это чисто вот, ну вот. Ну это отдельная, очень-очень интересная тема. Мне очень нравится их наблюдать. Почему отдельно? Мы можем сейчас об этом поговорить тоже. Это на самом деле прекрасно, что так происходит. Материализация чувственных идей. Очень интересное чудо. О нем говорил граф Калиостров в этом обыкновенном чуде. Уже фильм снят, теперь уже, наверное, 30 или 40 лет назад. Давно очень снят. А как бы вот на моих глазах материализация чувственных идей, ну это, собственно говоря, сущность искусства. Вот у человека есть чувственные идеи, вот он их берет и материализует. По-всяческой. Кто-то с помощью музыки, кто-то с помощью живописи, кто-то там, я не знаю, танцем. Кто чем? Кто-то кино такое снимает, что вот. Удивительная вещь. Кто-то книжки пишет. Потрясающе. Читаешь книжки, а у тебя потом попадаешь в это пространство материализации чувственных идей, и вдруг твои чувственные идеи тоже начинают материализоваться. Помнишь, я тебе говорила? Вот я еще чуть-чуть подожду, я еще чуть-чуть поинтригую. Помнишь, вот этот ангел с золотым ключом? И наш коротенький ролик, когда мы идем по улицам Таллина, я тебе рассказываю про этого ангела. И сказала я тогда тебе, подожди еще чуть-чуть, и я тогда расскажу о том, что в моей жизни сбылось. Вот сегодня почти получилось. Теперь осталось дождаться результата. Но почти получилось вот это вот все. Вот так. Что это все, Валя? Что это все? Это будет в книжке, это будет видно на вложке, это будет видно. Я еще чуть-чуть вытерплю. Я, знаешь, как тот охотник, который знает, что надо до последнего ждать, чтобы выстрел был в цель. Вот так вот. Охотница наша Диана. Ну да? Что мне еще? Ну, ну, все развлекаются, как умеют. Вот у меня она такая, я созерцаю чудеса, наблюдаю за ними. Вот, мне нравится. Амазонка из монастыря. Ну, знаешь, кому чего. Кто-то по магазинам бегает, а я вот чудеса коллекционирую. Слушай, а как вот? А в монастыре ты охотилась вот? У тебя вот это вот там охотнический инстинкт был у тебя? Нет, конечно, это я сейчас придуряюсь, но на моих глазах очень много всего удивительного. Такого чего вообще не бывает. Это вот даже, ну, это то, что отвергает законы физики, химии, биологии и так далее. И природоведение. И природоведение. Вот это тоже отвергает. Вот такого было очень много. Расскажи, Валя, мы, я не боюсь, что мы тут поможем церкви новых адептов и приобрести. Расскажи, пожалуйста, что за чудеса? Дело в том, что я-то сейчас это с разоблачением все делаю, да? Как это? Чудеса, потом их разоблачение, да? Нет, я сейчас говорю о том, что разоблачение следующего характера. Потому что верующему человеку запрещают думать о том, что, например, он взял и сотворил чудо. Ему запрещают об этом думать. Говорят, нет, не ты. Ты вот молился, кому ты там молился, вот тот чудо и сотворил. Богородица молился, вот это Богородица тебе чудо явил. Николе Угоднику молился, это он тебе чудо устроил. А на самом деле чудеса по вере вашей, да будет вам. Когда человек, ну, вот у него есть такая способность менять реальность, то оно и происходит. Ну, что я тебе хочу сказать. Вот такое много всего прекрасного, замечательного бывает. Настоящее чудо – это гармония с реальностью. Договор с ней. И ты как бы встраиваешься в программу. Даже не знаю, как тебе объяснить. Ну, каждый день, вот вообще, ну, жизнь – это чудо, да? То, что мы видим этот мир глазами – это чудо. В нашем теле происходят удивительные процессы, которые, ну, тоже, ну, потрясающие, да? И много чего такого вот невероятного происходит, а людям просто, ну, лень это замечать. Ты понимаешь, вот всюду каждый день происходит что-то такое. Или очень красивое, или очень приятное. Вот, светит солнышко, поют птички, вот, цветут цветочки. У каждого цветочка свой аромат, вот. Бьются волны моря о берег, и много чего, чайки кричат. И много-много-много всего прекрасного, красивого, удивительного. В этом есть своя музыка, в этом есть своя гармония. Гармония цвета удивительная, гармония звуков, вот, вокруг нас, да? Ну, конечно, бывают вещи дисгармоничные, но, тем не менее, вот, как бы, вот это все тоже существует. Вот. Вот. И есть, знаешь, как-то тебе сказать, вот, я не помню, у кого была эта аналогия, у кого-то из философов, что есть люди, которые мухи, и есть люди, которые пчелы. Вот муха, она влетит в прекрасный сад, где будут свистеть там розы, там еще всякие разные цветы. Она будет долго кружить, 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 найдет где-нибудь то, что оставила собачка, задрамши лапку, и сядет именно вот на эту субстанцию, да? Вот. А есть люди-пчелы, которые будут летать по помойке, вот везде будут там это, банки, склянки, рваные галоши, да? А пчела, она найдет единственный цветочек, который пробился там на этой помойке где-то там вот, сядет на него и соберет мед, понимаешь? Вот как бы в этом вся разница. Конечно, я призываю всех быть пчелами, хотя, ну, мухи, наверное, тоже для чего-то нужны. Мухами питаются лягушки. Вот. Такие дела. Вот такая была притча. Я тут про пчел прочитал. Ты знаешь, что, оказывается, вот эта пчела королева, королева, она спаривается одновременно, ну, спаривается с несколькими партнерами самцами. Королева. Королева. Да, ничего не скажешь. Но еще, но это еще не все. Ладно бы спарилась. Она их оставляет без пенисов. Валя, ты можешь себе представить? Такое... Послушай, про пчел, про пчел, это отдельная тема. И она потом оставляет за собой вот этих трупиков, которые с ней спарились. Мы, мужчины, напуганные. И ты считаешь, что это бездравственно, да? И ты считаешь, что это бездравственно? И все пчелы королевы достыкаются. Ну, конечно, это амораль. Но, во-первых, это сразу со всеми. Хорошо, хорошо. Тебе не нравится? Нет, ну, сразу со всеми. Но она-то куртизанка и то скромнее себя ведет, да? Во-вторых, она же оставляет их бездостоинства. И потом, так это еще ладно, бездостоинства жить. Ну, можно, хоть и бездостоинства. У нас миллионы живут бездостоинства. Но они умирают потом. Она оставляет след из этих трупиков. Это мужчины напуганы рассказами про самку богомола. Но, оказывается, самка богомола – это просто невинная монашка по сравнению с пчелой королевой. Валя, поэтому я, конечно… Максим, жить вредно, от этого умирают. Но давай ты теперь устроишь революцию в живой природе и будешь заставлять пчел каяться, да? Остаток жизни. Нет. Знаешь, почему? Они тут миллионы лет живут и еще проживут. Вот почему? Нет, почему я прощаю-то? Знаешь, почему? Ну, потому что я же мед люблю. Мед-то. Я закрываю глаза на имморализм. Это полный упадок нравов, растление и имморализм полнейший, которого не знала история человечества. Все. А ты знаешь, что в Улье должна быть только одна королева? И если вдруг оказалось две, то одна должна другую убить. Вот так. А если ты будешь изучать жизнь муравьев и других насекомых, то там вот моделей человеческих сообществ, каких только нету. Валя, муравьи, ты знаешь, я не помню, ну, давно это было, конечно, еще там советское образование, но ставили в пример нам муравейники. Да, смотрите, как организована жизнь, все трудятся, работают, такие молодцы. Трудовой коллектив, взаимовыручка, товарищества и вообще профсоюзы не нужны, да. Никто права не нарушает, все дружно работают. Всем всего хватает. И тут прошло много-много лет. Я жил с этой иллюзией. И тут я несколько лет назад узнал о том, что оказывается, у муравьев-то совсем не сладкая жизнь. Что там есть класс. Там есть класс таких муравьев. Ну, бандиты назовем их, да, бандитов. Спецназ, да? Все, вот, которые подчинили себе весь муравейник, который на них работает. А они ничего не делают. Все работают на них. И тут я думал, боже мой, вот тебе и пример идеального общества. Оказывается, это все как у людей. И вот что биологических оснований для равенства, да, для коммунизма, для общества всеобщего благоденствия, справедливости нет. Это был удар, удар по моему мировоззрению. Но я не отчаиваюсь, Валя. Я поменял мировоззрение просто свое. И теперь некому... Хорошо, загляни в улей, ты там найдешь еще массу примеров для, так сказать, размышлений. Некому. Про то, что трудовые пчелы все кормят вот этих самых трудней. Вот. А у трудней очень важная задача. У них, между прочим, органы чувств намного более развиты, чем у всех остальных. И прочее, прочее. Там интересная своя тоже. Социология, назовем ее так. Вот. Так что, ну, много всяких интересных сравнений. У меня тоже так развиты органы чувств. Я все так чувствую тонко. Мне это нравится, на самом деле. Вот. Это не болезненно. Это не болезненно. Не то, что я без кожи. Наоборот. Она у меня есть, но я вот при этом чувствую. Чувствую все очень тонко. А ты вот тонко чувствуешь мир-то наверняка, да? И вот твой рассказ меня вообще поразил, конечно, про вот у меня этот ангел. Он тут у меня ангел твой с этим, с ключом. Расскажи, пожалуйста, Валя. Я вот все жду каких-то таких, что он... Вот я все жду, зная, что он сейчас вот просто вылетит, вот просто оживет. И вот начнет летать и куда-то унесет меня. Максим, ну это же и символ, понимаешь? И символизм в искусстве. Это вот то, чем искусство занималось с древнейших времен. Там все есть символы. В религиозном искусстве тоже одни сплошные символы. В обычном искусстве, в светском, тоже символы. Все одно из другого перетекает и так далее. Это символ. Вот. Поэтому будь просто внимателен и обращай. Не пропускай момент, когда тебе будут предлагать золотой ключик. Это очень важно. Так. Друзья мои, предлагайте мне, я не откажусь. Жду ключика. Вот, 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 вот. Я тоже жду ключик. Знаешь, так ты представительница древнейшей профессии, Валя, получается, да? В каком смысле? Ну, с древнейших времен рисуют символы и так далее. Символы, да. Ты тоже рисуешь. Но ты понимаешь, что, 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 как бы, очень много древнейших профессий, кроме той, о которой принято так говорить. Да. Журналистика. Да. Прекрасно. Так. Чудеса. Да и только. Не говори, каждый день, ведь очень много чудес. А вот про церковное можешь, ну, хотя бы одно церковное чудо, про то, что ты еще не рассказывала. Хотя я не помню уже, о чем ты не рассказывала, но... Ты вот за наши сто с лишним роликов, по-моему, уже о многом рассказывала. Чудеса. Я хочу, чтобы, может быть... Которые были. Да. Чтобы... Ну, понимаешь, вот что происходит? Расскажу. Вот я видела много людей, у которых, вот, которые смогли исцелиться от тяжелых состояний, вот, как-то рак, вокруг да около разной стадии рака, да? Но это происходит не только в церкви. Это происходит, например, если человек понимает, что вот предыдущая его жизнь довела до такого состояния. Надо эту жизнь менять. Надо сказать, что человек вообще исцеляется от рака только тогда, когда у него есть программа жить дальше. Это тебе любой врач-онколог твердит. Я помню, читала книжку, сейчас уже не помню, вот, из врачей-онкологов, когда он просто перестал этим, был очень хороший врач, перестал заниматься этим, потому что, говорит, я их вытаскиваю, можно сказать, с того цвета. А они жить на самом деле не хотят. Вот я их лечу, 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 а они через некоторое время умирают совсем от другой болезни какой-нибудь. Потому что у них просто нет программы жизни. Так вот, не только в христианстве, не только там в буддизме, не только в исламе, не только где-то там еще. Или среди совсем голимых атеистов есть исцеление от тяжелейших случаев вот таких вот болезней. Когда человек просто принимает решение жить по-другому и знает, зачем ему нужна, нужен следующий отрезок жизни. Вот. Надо сказать, что если у человека такой программы нет, то неважно, от чего, он просто, ну, уйдет из этого мира, потому что, ну, как бы программы нет, что ему тут делать, да? Вот. Поэтому, когда человек принимает решение, зачем ему жить, как ему жить, с кем ему жить, что ему делать, вот какие он перед собой ставит цели, то, как правило, организм перестраивается, и исцеление происходит. Вот. Есть совсем удивительные, когда без помощи врачей, есть когда с помощью врачей, есть такая ситуация, что человек вышел там с какой-нибудь стадией онкологии, а потом приходит, а у него анализы чистые. Я такое видела, я такие знаю, несколько случаев, это мои близкие люди, да? Вот. Вот оно не было, вот оно, точнее, вот оно было, вот оно исчезло. Ничего не произошло. Ну, как бы такого вот. И такое, и такое, и такое. Нужно понимать, зачем ты живешь, как ты живешь, с кем ты живешь. Что ты делаешь, что ты собираешься делать, вот. И, как бы, если эта программа такая хорошая, стоящая, то еще будет жить, вот. Ваненька, какой у тебя план в жизни? Долгую и счастливую. Прекрасный. Да, вот, 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 вот ты все рассказал. Прекрасный план на долгую и счастливую жизнь, здоровую еще желательно. Расскажи нам, пожалуйста, какие-то о сверхзадачах. Ну, как тебе сказать, это очень-таки личные дела, вот. То есть, устроить личную... Как это? Личную жизнь устроить, да? Вот это цель. Ну, вообще, жизнь у каждого человека, она личная, понимаешь? Вот. По крайней мере, знаешь, есть еще профсоюзная жизнь, есть еще там какая еще жизнь, да? Вот. Ну, вот. Я не хочу профсоюзной жизни, честное слово. Была такая газета, помнишь, профсоюзная жизнь? Да я вообще никаких газет не хочу, и это... Я понимаю. Никаких. Я вообще считаю, что нужно запретить телевидение и газеты. Понимаешь, как только его запретят, ты что, запретный плод сладок. Ну, кто его смотрит? Я не знаю. Вот, слушай, в моем окружении. В окружении моей дочери. Нет людей, которые смотрят телевизор. Правда, ни одного не знаю. Ни одного. Значит, у нас что, героин запрещен, а у нас все употребляют героин, что ли? Все к этому стремятся? Ну, ты же знаешь, что запретный плод сладок. Ну, ты же знаешь, как только что-то запретили, как в том анекдоте. А вы знаете, что с этого моста нельзя прыгать? И тут же рубаха на груди рванулась и гонул, да? Помнишь эту анекдоту, да? Вот. Валя, вот я хотел тебя спросить. Вот в церкви у тебя какой был план на жизнь? Там план был один, конец света. Понимаешь? Это где-то мне недавно попался плакатик, мемасик такой. Типа того, что все мои проблемы из-за того, что как бы в планировании своего будущего я в основном полагаюсь на конец света. Вот знаешь, кому война, кому мать родна. Потому что, ну, что ты будешь спариться, если как бы вот... Вот сейчас ты не представляешь, сколько сейчас народу готовится к концу света. Вполне реально. Потому что вот эта эпидемия, вот это все, вот это вот чипы, вышки 5G, это все перед концом света, это все для антихриста, поэтому вот у них сейчас этой жизни нету, потому что надо вот ни сеять, ни пахать, ни детей не учить, ни детей не рожать, ни это самое. Но главное, значит, вот готовится к концу света. Миллионы таких людей по всему миру. Вот можно тебя, я хочу тебя спросить, вот насчет конца света, вот ты очень хорошо знаешь эту атмосферу, это ощущение, это, ну, что, как это назвать, ожидание, предвкушение, чувство, да. Вот сейчас, вот сейчас у тебя какое чувство, вот есть чувство, что люди ждут конца света, что они не хотят жить, что есть такая усталость, апатия, что хочется уже там скорее оказаться на том свете. И вот нынешняя жизнь на, как бы просто на самотек все пущено, и, ну, по инерции живут, и вот хотят куда-то, куда-то запрыгнуть в какой-то вагон, который унесет вообще отсюда подальше. Ты знаешь, такие настроения есть у людей, которые совершенно далеки от религии, вот, оно, в обществе есть усталость, когда общество не развивается, когда человеку невозможно реализовать свои таланты, реализовать свой бизнес. Ну, я сейчас про Россию говорю, постсоветское пространство, то вот, а еще плюс вот эти все ограничения ковидные, да, вот, это, конечно, безусловно, как бы общество здоровым не делает, да. И если вот на это все, плюс то, что мы знаем, что у людей, которые перенесли заболевания даже в легкой стадии, у них все равно проблемы потом с психикой есть, это уже сейчас вот исследования появились, вот. Если еще вот на это дело наложить умело религиозную пропаганду, конец света, вот это все, то вот как раз я не устаю повторять, что сейчас, именно сейчас, вот в это время, когда не пойми, что с этими болезнями, не пойми, что с политикой, не пойми, что вообще происходит, люди особо уязвимы перед умелой религиозной пропагандой. Ну, им хочется уйти в какой-то мир, где хоть что-то, как-то им там, значит, что-нибудь пообещают, пусть в будущем, ну, это, вот, можно как-то там договориться, да. Понимаешь, вот особенно бывшие советские люди, они привыкли устраивать свою жизнь по блату. Вот нужно найти того, кто поможет тебе попасть туда, куда ты хочешь, или тому, кто поможет тебе попасть туда, куда ты очень не хочешь, вот, например, да, вот. Вот, я вот найду себе батюшку, я буду давать ему денюжку, он за меня будет молиться, а я ему сяду на шею, свежу ножки, и пусть он меня в Царство Божие тащит. А я его еще так пятками буду вот пришпоривать, чтобы быстрее бежал. Это очень распространенное желание. От таких вот духовных чат волка вводят отцы, которым просто пристают вот люди с такими запросами. Вот. Сейчас меня очень-очень хорошо понимают священники. А вот скажи, вот ты в прошлом интервью говорила о том, что о монастыре, что можно уйти из монастыря, но вот монастырь как бы в голове это сложнее, да, оттуда. Да, да, да. А вот что касается монастыря государственного или вот светского такого, у тебя есть ощущение, что такой монастырь существует? И вот что общего между светской жизнью и монастырской? И есть ли что-то общее? Ну, общее, пожалуй, как тебе сказать. Вот понимаешь, что меня, собственно говоря, не сломало. Почему? Потому что что мне помогло восстановиться и, собственно говоря, достаточно, ну, это, во-первых, природное свободолюбие и оптимизм. Но, во-вторых, понимаешь, мне не свойственно восприятие людей через их как бы иерархическое положение в обществе, да. Кто там бедный, кто богатый, кто, значит, при власти, кто при... Для меня вот почему-то у меня вот с детства не было такого вот деления, да, что вот этот человек, вот он, допустим, там занимает какое-то положение в обществе, вот стало быть, все ему должны подчиняться. Ну, я понимаю разумное руководство, когда, например, ну, у каждого события, явления, ну, должен быть кто-то, кто, ну, там как-то все это организует, да. Ну, это не то, что вот иерархия, понимаешь, а церковная иерархия, там все выстроено на беспрекословном послушании. И вот как у меня это в голове, вот этого вот, я очень старалась, я очень-очень старалась, очень создать внутри себя вот эту иерархическую систему и прочее-прочее, вот. Но у меня не получилось, и поэтому вот мне так легко было, ну, достаточно легко было от этого всего отказаться. А есть же люди с очень ярко выраженным иерархическим сознанием. Для него какой-то там владыка, это все, конец света, понимаешь, ну, это я сейчас смеюсь, конечно, не конец света, но для него это очень важно, что человек занимает какую-то там иерархическую ступеньку. Ну, понимаешь, в церкви это выстроено как? Если, например, в обществе там человек там, или деньги делают таким, или какая-то должность его делает таким, или в армии там количество звездочек на погонах меняет его положение в армейском коллективе, да, то в церкви считается, что вот это, так сказать, чем выше Сан, тем больше благодать Божья через него проходит. Апостольская там какая-то там еще, Дух Святой на него сходит при рукоположении, апостольская благодать ему передается. Вот он молитвенник, вот он там в Иерусалим съездил, там благодати понабрался. Вот его только что в епископы рукоположили, рукополагали, значит, 12 тех самых архиереев, соответственно, ему через руки передали рукоположение. Не зря же говорят, да, хератония. Что вот они ему передали апостольскую благодать, вот он теперь не просто человек, а вот какой-то совсем другой человек. И вот, как тебе сказать, я очень сильно пыталась в себе эту иерархию выстроить, но мое природное, как тебе сказать, свободомыслие мне это не позволило. Вот, поэтому я очень легко от этого отказалась. Потом я просто на них на всех насмотрелась, в разных их, так сказать, во всех видах, из чего поняла, что никакой сан, никакое там, я не знаю чего, не освобождает человека от черт его характера, от его слабостей, от его пристрастий и так далее и тому подобное. Вот, наоборот, это все только усугубляется тем, что он ведь сам начинает верить в то, что он какой-то теперь необыкновенный. Вот, и это большие-большие такие нагромождения, ну, можно сказать, психические заболевания, которые в этом обществе присутствуют. Да, и потом они вот с этой своей иерархией, с этими своими ценностями, с этим своим представлением о, так сказать, роли начальника в их жизни, священно начали в их жизни, они выходят в общество нормальное, светское, поскольку у нас до сих пор все-таки, я про Россию говорю, церковь отделена от государства по конституции. Это они начинают вот это все свое, вот это вот, с больной головы перекладывать на здоровом, на общество, да. Я понаблюдала таких картинок очень много, вот, когда вот это вот все навязывалось, да, теперь это еще и плюс еще и закон, плюс и Госдума, плюс вот это вот все до кучи, да. Вот, в результате получается, ну, плохо получается. Вот такие дела. Валя, вот мне тут задали вопрос один, можно ли излечиться от глупости, как бы ты ответила на этот вопрос? Ну, как тебе сказать, если человек хочет, безусловно, что считать глупостью? Вот что считается глупостью в церкви? Отрицание доктрин церкви считается глупостью, вот, считается, ну, мало того, что если просто глупостью. Глупость, это, ну, как бы, ну, понимаешь, вот есть люди умные от природы, а есть, ну, не умные или не образованные. Но он при этом может быть прекрасным человеком, очень хорошим, да, его нельзя назвать глупым, просто, скажем, у него нет достаточного образования. Но при этом это, по-своему, мудрый человек, да, вот он проживает жизнь. Я вот встречалась с такими удивительными бабушками в деревне, в которых там, я не знаю, даже трех классов, может, образования не было, но это были очень мудрые женщины, понимаешь? А есть воинствующая глупость, воинствующее невежество, которое свое, вот, как сказать, невежество возводит в ранг закона. И вот это страшно, действительно, тут же ничем не поможешь, потому что вот в воинствии очень невежество, я тебе хочу сказать, что воинство очень невежество встречается и в науке, и в искусстве, и где его только нет, и в медицине, и так далее, и тому подобное, вот. Ну, это мы знаем прекрасно, и вообще 70%. А еще, знаешь, как бывает, очень часто, чтобы избавиться от такого человека, потому что с ним невыносим, его отправляют на повышение, потому что, ну, куда от него денешься-то, ну, сил уже никаких. И вот он так поднимается, 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 а потом в результате всех берет за горло. Таких случаев, ну, тоже вагон случаев. Это в церкви такое происходит? Так еще в церкви, в любом обществе такое есть. Ну, как избавиться от очень назойливого человека, да куда-нибудь его. Да вот, чтобы не мешался. И вот они достигают степени известных, ведь нынче любят бессловесных. Ну, до какого-то времени они так помалкивают, а потом, когда открывают рот, то все в шоке. Да. Так, Валенька, следующий вопрос. Михаил пишет. «Самый прикол в том, что монастыри монахов и их атрибутика типа четок взята из буддизма. В Писании нигде этого нет. Да, я знаю, что в православии учат, что Писанием одним не заканчивается учение церкви, что есть учение отцов и предания, но факт и есть факт. Буддизм появился гораздо раньше христианства, и монастыри монахи четки появились у них. Даже на иконах святые держат расположение рук, как в буддизме. Это называется мудро. Уж слишком один в один. Да, подтверждаешь? Да, я согласна. Да, я согласна, потому что когда христианство, ну, это же сборная солянка, да? Из всех религий взяли то, что там работало. Египтян взяли одно, иудеев другое, буддистов третье. Все это соединили вместе, получилось христианство. Символы собрали из всех религий, какие только были вот вокруг. Опять, вот я же говорю, у меня мое прозрение началось с изучения символов религиозных. Ну, началось с религиозных, пошло и поехало. И чем дальше в это все погружаешься, тем интереснее становится. А еще очень полезно изучать мифологию, историю, как рождаются мифы, как они, допустим, из одной культуры переходят в другую. Ну, религиозные мифы, опять-таки, тоже это очень интересно. Все с завоеваниями переходило от одни к другим, преображалось там под воздействием местной культуры, среды и так далее. Вот интересов, например, если про Россию говорить, про христианские все символы, накладывались на языческие символы славянские, русские, там, вот, той руси еще киевской. Вот, и на местах капища строились храмы соответствующие. Вот если там, например, ну, там даже вот если начинать разбираться в вопросе, то даже сразу можно понять, вот, в местах там Киев-Чернигов, допустим, вот те края, да, на каких местах какие храмы стоят, к какому святому или к какому событию, значит, можно понять, какое там раньше было капище, потому что очень четко все было. И праздники христианские, калька накладывалась на славянский языческий календарь, потому что люди привыкли приходить на это капище, например, в такой-то день и поклоняться там Богу такому-то, который, например, там отвечал за скот. Вот там будет храм святому, который тоже покровительствовал там скотоводству, да, или чему-то там еще. И вот это очень интересно, как это все было. Ну, разберитесь в вопросе, кому интересно. Да, 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 все очень много. Но взяли у кого что работало? Вот работает, да? Помогает? Вот и взяли. Дальше. Тот же комментатор. Я прошел еще хуже, чем Валентина. От семи протестантского пастора до хождения по разным религиям. Потом, приняв православие. В результате психическое расстройство, куча разочарований, трагедий, до сих пор не могу стать свободным. Постоянно мое мышление в религиозном рабстве. Я очень сочувствую, очень хорошо понимаю. У меня среди, кстати, моих друзей, знакомых, встречались люди, у которых духовные поиски. Их приводили то в одну сторону, то в другую. У китайцев это называлось подпорки неба. То есть человеку сложно найти источник всего в себе. И он ищет места, где ему станет, где у него возникнет чувство резонанса. И да, такое бывает. Нет, но от всей души желаю человеку найти себя прежде всего. Полюбить себя. Это очень непростая штука, потому что вот любовь к себе, эгоизм – это разные вещи. Но вот это отдельно, да, об этом можно говорить часами. Но вот очень хочется, чтобы человек уже наконец-то обрел себя. И все у него было хорошо. Так, Наталья пишет. Проще говоря, надо переименовать Пасху во встречу весны, и вот уж будет весело всем. Да так и было, так и было. Всем было плодородие. Откуда, извините, взялись стоячие куличи, помазанные яйцом взбитым, и под ними яйца красные, вкрашенные. Возьмите языческие праздники, плодородия. Там вот это вот все про это. Это же не христиане эти куличи с яйцами придумали. Это же все языческие праздники, плодородия. Все о том, чтобы плодиться и размножаться. И скот, что плодился и размножался, и люди. Вот. Так что ничего тут удивительного нет. Наталья пишет. Бывших монахов и священников. А кролики. Слушай, еще про кроликов. Вот это как бы католические символы, все эти кролики на лужайке, яички. Ну, ну. И цыплятки. Слушай, Валя, а ведь это же заповедь, да? Плодитесь и размножайтесь, или что? Это не заповедь? Ну да, вполне конкретная была дана первым людям. Команда. Чтобы землю населить. Да. И в иудейских культах там везде вот эти отголоски этих культов плодородия. Да и в славянство. Ну, просто когда христианство пришло, допустим, в славянские страны, оно наложилось на тамошний культ. И вот скоро, буквально через несколько дней мы будем праздновать самый великий праздник. Это при Балтийских странах государственный праздник. Все тут будет петь и плясать. Этот самый Яни Пяев, да? Янов день. Но это же древнейший праздник солнечного этого летнего солнцестояния. Древнейший. Уходящий там в тысячелетия. Все народы его праздновали. И всегда это был праздник. Вот про это все. Понимаешь? Валя, слушай. Плодитесь и размножайтесь плодородия. Но библейская легенда гласит, что у Адама и Евы были только сыновья. И от них пошло все человечество. Вот как-то этот сюжет, он и как-то интересует вообще монахиней. Просто тогда женщин за людей не считали. Их просто не считали. Были, видимо, и дочери. Когда, значит, Евангелие Христос накормил с какими-то там хлебами, с рыбками, столько-то там тысяч людей, там несколько таких эпизодов есть, да? То за людей считали только мужчин. Женщин и детей за людей не считали. Первенцы мальчика еще так принимали. То есть вот так объясняют это, да? В церкви это так объясняют. Что были дочери тоже, но их не считали. Их просто не посчитали. Не посчитали. Ну, откуда взялись? Потому что не считали за людей. Да, конечно. Я забыла, в каком веке. Не то в 17-м еще был. Или в 18-м даже. Вот не буду врать, не помню просто. Что ушел в такую большую религиозную диспутную тему, есть ли у женщины душа. Понимаешь? Он до сих пор идет, по-моему, и не религиозно. Многие сомневаются, особенно после разводов. Очень сомневаются. Где же этот ангел, на котором женился? И тут такое, вот, противоположность, да? Куда ушла душа? Наталья, значит, бывший... А в зеркало посмотреть мне? В зеркало. А в зеркале там себя увидишь только и прекрасно. Вот, 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 и на себя посмотреть внимательно, да. Тогда очень многое становится понятно. Наталья пишет. Бывшие монахи и священники бывают, и довольно много. Вообще можно эту страницу жизни стереть. Нет ни дипломов, ни сертификатов, ни записей в трудовой книжке. Вот, совершенно верно. Записи в трудовой книжке точно нет. Вот, и когда вы потом доживете до пенсии, то извините, никто вам за вот этот вот каторжный труд пенсию не заплатит. Вот такие дела. Валя, слушай, вот я... Ну, дипломы дают, дипломы. Знаешь, у вас, кстати, вот, скандал, когда то же самое Троице-Сергиеву Лавру лишили государственной аккредитации. И выдавали не дипломы, а справки. Там человек проучился, например, сколько лет, вот, а ему потом выдают справочку о том, что он там учился, и нет диплома, например. Вот это вот, я про знакомых своих знаю. Вот, потому что, ну, там ни в какие вороты все это не лезло, ну, какая может быть государственная аккредитация? Ну, вот так. Валенька, ты знаешь, ну, я тут на выставке хожу, там, смотрю, чем люди занимаются, там. И ты знаешь, что вот я все-таки никого не могу рядом с тобой поставить, просто не могу. Я хочу... Спасибо, Максим, за твою такую вот... Веру в искусство? Ну, правда, ну, правда. Ну, я вот, ну, я вижу тебя там где-то, твои работы, точнее, там, в музее Прадо, да, Тисан Барни Винницын, вот, например. Но они... Ну, вот, высочайший уровень. Мне кажется, что... И вот при этом ты, как бы, как художница, ты выгорела, да, тебе это надоело, ты не пишешь картины такого уровня. Ну, Максим, понимаешь, вот, я тебе это уже рассказывала, расскажу еще раз зрителям нашим. Вот, что с этим делать? Ну, во-первых, скажем так, профессиональное выгорание, это не я его придумала, его испытывают многие люди. Вот, у меня, я уже тебе рассказывала, расскажу еще нашим зрителям, что у меня осенью будет 40 лет моего трудового стажа. То есть, 40 лет назад мне завели трудовую книжку, когда я закончила школу, пошла работать художником-оформителем. Вот, и что я только этим художником не делала? И плакаты, и экраны соцсоревнования, и картины для подарков начальству, и чего только не приходилось делать. И сцены оформлять, и афиши рисовать, и, в общем, чего я только не делала, будучи художником-оформителем. Ну, и, соответственно, я потом училась и работала, и чего я только не делала, да? То есть, руками, ну, я много чего умею делать. Вот, из мозаики, из культуры и прочее, прочее, вот этим всем я развлекалась. И вот, ну, через 40 лет, понимаешь, хочется чего-то, ну, во-первых, это все, ну, как тебе сказать, реально профессиональное выгорание. Вот, во-вторых, понимаешь, надо сказать, что вот здесь и сейчас для такой работы просто нет стимула. Когда я была человеком религиозным, то у меня были заказы, ну, от людей верующих, которые, скажем так, хотели иметь дорогие, хорошие иконы. Скажешь, что такие иконы, они, это предметы роскоши, соответственно, они стоили хорошо. Сейчас я пока не придумала, что делать такое, чтобы вот оно окупалось, затраченное время на них, да, на эти работы, чтобы это окупалось и это стоило. Вот я пока не знаю, что я буду делать. Я пока, ну, я не отрицаю, возможно, что вот сейчас вот выйдет книжка, я, значит, вот сниму себя с души груз, вот этот я расскажу людям, что, вот это. У меня же книжка имеет чисто, вот моя книга, она, прежде всего, это моя личная психотерапия. Я реально посоветую. Хороший специалист это писать, и я с ним согласна, и действительно, это хорошая психотерапия. Я, прежде всего, писала для того, чтобы избавиться от этого груза, который я таскаю в себе. Вот надеюсь, что когда это все произойдет, плюс лекарства мне помогут, плюс, так сказать, я смогу отдохнуть, выдохнуть как-то, вот вернется это. У меня по этому поводу никакой катастрофы нет. Вот, я считаю, что смена деятельности тоже отдых. И когда уже, вот, скажем, выгорело вот это, ну, почему мне заняться чем-то еще? Вот, возможно, оно, как бы, вернется все совершенно спокойно. Я допускаю такую мысль, я ничего против не имею. Вот, ну, видишь, тут еще, кстати, вот, понимаешь, даже какие-то эксперименты с этим нелегко, потому что тебя все знают вот такого. Вот я в союз художников вступала, например, как в секцию храмового искусства, как окнаписец, да? У меня работы, которые есть в интернете, это в основном вокруг да около икон. И, понимаешь, просто полностью поменять амплуа, свое что-то такое, мне бы хотелось изменить все, все, все радикально. Я очень люблю такие вот. Вот, ну, меняться так меняться, а не шаг вправо, шаг влево. Вот. Я придумала, у меня уже, как бы, есть расписаны где-то, ну, штук 10 экспозиций полностью, вот, от и до в рамках современного искусства. Надеюсь, что я их смогу реализовать. Вот, возможно, в рамках нашего проекта, возможно, где-то еще, по крайней мере, у меня вот это все-все-все готово, осталось взять и сделать. Вот это... Маленькая, я с нетерпением жду, когда вновь откроется этот твой, твой необычайный дар, ты начнешь писать красивый портрет. Спасибо, Максим. Я надеюсь, что это тоже действительно, мне тоже бы хотелось, чтобы оно все вернулось. Но видишь, в чем дело, вот это издержки профессионализма. Что такое профессионализм? Профессионализм – это не мастерство. Профессионализм – это то, что ты живешь от своей профессии, то, что она тебя кормит. Вот. Ты профессионал, потому что вот это, у тебя нет других доходов. И издержки профессионализма, в частности, художественного, когда ты вот эти все эти годы, 40 лет, да, зависишь от того, твоя жизнь напрямую зависит от того, что будешь ты есть или не будешь ты есть, вообще жить ты сможешь или нет. Сделаешь ты вот эту работу вовремя, там, качественно, от нее не откажутся, там не будет каких-то еще фокусов. Вот, значит, ты будешь жить. Не сделаешь, значит, соответственно, ну, вот, ни денег у тебя не будет, ни это самое. Вот. И это очень измеряющая вещь. Очень. Когда ты работаешь для того, чтобы выжить. Ну, вот, как-то уже хочется по-другому это все. Это были слова современного Рафаэля, нашего Валентины Буренковой, которая творит красоту. Спасибо, Максим. Вообще. Понимаешь, в чем дело? Вот в сложные времена люди не покупают произведения искусства. В сложные времена все выживают. Вот. Это сейчас тебе любой художник скажет, или любой, кто живет от искусства. Ну, ладно, ладно, ладно. Когда были легкие времена, да, это первое. Ну, знаешь, то, что мы раньше считали нелегкими временами, сейчас кажется праздником. Все познаются в сравнении. Всегда были богатые и бедные. Бедные обслуживали богатых. А у богатых были вот эстетические потребности, нереализованные. У бедных они тоже есть, кстати говоря. Были, есть и будут. Но там по-другому решается вопрос. Они могут в складчину, например, да, заказать икону, допустим, для храма своего, для церкви, да, например, деревенцев. А могут просто сами эти иконы писать. Вот какой-то умелец такой, да, они будут, не будут, конечно, профессиональными, но очень трогательными. Да, да, очень много. Вот эта наивная икона, народная икона, это удивительные вещи. Настолько добрые, настолько теплые, настолько искренние. Это потрясающее искусство. Вот, и оно в лучшую сторону очень сильно отличается от, скажем так, холодного профессионализма. Ну вот. Да, вот. Ну, а богатые люди, в принципе, они себе это позволяют. И я знаю. Молодцы. Я ведь знаю. Ну, все, ну, я вот, у меня есть знакомый, ты тоже его знаешь, этого человека замечательного. Он специалист по иконам, да? Как такое называют? И одним словом. Есть такое? Ну, он антиквар, да? Ты про Юрию Мануйлова говоришь, да? Да, 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 Юрий замечательный. Да, замечательный человек, потрясающий человек. Да, да, вот, по иконам. И вот он мне рассказывал, что кто иконы покупает сейчас, и за какие деньги. И за очень большие деньги, там, звезды шоу-бизнеса, ну, российского, потому что покупают иконы. Ну, я понимаю, я понимаю, в чем дело. Это все есть, это, как бы, другое дело, что, ну, например, мне это уже неинтересно. Ну, вот. Да, так что, в принципе, может быть, им тоже неинтересно уже это, потому что они уже приобрели себе икону. Да, и не одну, вот. Не, я думаю... Потому что хочется уже, наконец-то, жить для себя и делать то, что мне хочется. Вот, мне это вот уже совсем не близко, это все. Вот, я могу допустить какой-то символизм в искусстве, там, использовать образы понятные, но конкретно делать иконы, все уже проехали. Портреты. Поэтому, друзья мои, те, кто хочет портрет себе, кисти. Да, с портретами интереснее, конечно, да. Кисти Рафаэля наших дней, Валентины Маленковой, обращайтесь к ней, заказывайте, заказывайте себе. Для среднего класса это доступно, в принципе. Вот, я думаю. Да даже пенсионерка, если какая-нибудь подкопит деньжат, сможет себе позволить. Вопрос, зачем, это следующий вопрос. А это как портрет Дориана Грея, может быть. Ну, портрет, это, слушай, мистика портретов, это отдельная тема, о ней можно говорить бесконечно. Можно же смотреть. То, как люди живут в портретах, и то, как портреты живут своей жизнью, и то, как портрет связан с изображенным на нем человеком, это, слушай, это мистика и фантастика. Чего там только не бывает. И я тебе хочу сказать, что после лейкотописи, это, наверное, самый тяжелый жанр такой, портретная живопись. Портреты перед... Что человек хочет видеть на портрете, на своем. Я тут, как бы, у меня вот эти заказы, я год отойти не могу, они очень сложные были. Потому что самое сложное, что человек сам не понимает, чего он хочет. А вот ты знаешь, действительно, история портретов, она вот интересна, очень интересна. И я вспоминаю сейчас вот несколько историй. Ну, возьмем, например, там, Дюрера, да, Дюрера возьмем, вот, портрет юноши, выражая там чувство собственного достоинства, какой-то. Портрет монаха, который участвовал в спасении, в выкупе из рабства, из плена. Кого, ты думаешь? Не знаю. Сервантеса, Сервантеса. А, угу. И вот чем эти монахи занимались? Удивительная, удивительная миссия, да, собирали деньги, чтобы выкупать. И они много выкупили своих соплеменников, единоверцев. И среди них был и Сервантес, который вернулся и написал величайшее произведение. Я вспоминаю, ну, это вот известное. Они известны. Вот я вспоминаю портрет народного художника, я там, в России видел в одном доме, портрет медсестры. Удивительный портрет, просто удивительный. Это вот настолько ты смотришь, и он преображает вообще все пространство. И она уже бабушка, она уже старушка, а с портрета смотрит молодая женщина, медсестра. И ты понимаешь вообще миссию этой медсестры. А она еще и из рода староверов. И, ну, человек сам по себе интересный, да. И вот на тебя смотрит. Это удивительное переживание. Удивительное. И вот он уловил это все. И показал. И это сохранилось. Это работа. Это портрет вообще, ну, просто музей достойный. Он в обычной квартире. Ничем не примечательный. Ничего там нет особенного, кроме этого портрета. Вот ничего. И так далее. Еще там. Ты же понимаешь, вот чего стоит художнику написать такой портрет? Да. Ты же понимаешь. А он, а он так. Это вот линия Репина. Репина идет. Вот это ученик ученика. Вот это все, да. Репинская линия. Вот еще как интересно. И никакая фотография, вот, думает у нас, что сфотографировал, и, пожалуйста, нет. Нет. Что-то вот действительно магия в портретах. Ну, фотографии тоже разные бывают. Бывают такие фотографии, что... Бывают. Да, бывают, конечно. Это я такие фотографии делаю. Это, знаешь, одно из наших потрясений. Ну, вот, кто меня знает получше, знает, что у меня есть еще морская тематика. То есть я делаю всякие реконструкции на морские темы. Я где могу посещаю морские музеи. Вот. И вот удивительная вещь – портреты моряков. Ну, сейчас я буду говорить... В Лондоне было то же самое, но я сейчас буду говорить про Питерский музей. На Санкт-Петербурге морской музей. Ну, понятно, что дело там не матросы, а флотоводцы, да. И сначала я думала, что это мастерство живописца. Ну, потому что это потрясающие люди. Вот подходишь к портрету, ты никуда одеться не можешь. Тут стоишь и смотришь на этого человека, понимаешь, что вот по улицам такие не ходят. Я таких людей в жизни не встречала. Сначала я думала, что это, ну, наверное, так сказать, эпоха. Эта эпоха рождала вот таких вот людей. Ты понимаешь, это сплав такой высоты духа, непреклонной воли, власти и скорби. Вот ощущение, что этого человека вот в руках жизни и смерти многих людей. Ну, по сути дела, так и было. Тут такие флотоводцы. Вот. Сначала я думала, что это, ну, да, вот исторические портреты, там где-нибудь 17, 18, 19 век, живопись. Вот портреты этих самых флотоводцев. Адмиралов, там, ну, и так далее, капитанов знаменитых. Вот. А потом начались фотографии, уже 20 век, фотографии. И с фотографий смотрели такие же лица, от которых точно так же подходишь, и все. Ты от них никуда деться не можешь. Это, ну, потрясающе. Поэтому, знаешь, тут, безусловно, от мастерства художника очень много зависит. Вот. Но и личность должна быть. Вот. Знаешь, у меня, я с тобой полностью согласен, у меня есть записная книжка одного человека, который внес огромный вклад вот в строительство советского флота. И он участник был, вот, русско-японской войны и так далее, да. И ты знаешь, вот я читаю там, во-первых, он знал несколько языков. Я там уже не помню, сколько языков я насчитал, то ли 4, то ли 5. Во-вторых, о чем он думал, вот из этой книжки можно, да, что он цитировал, какие установки и так далее. Но он очень многого добился, и такой известный человек. Вот. Да, я согласен с тобой, что это люди были выдающиеся, выдающиеся. Так что, конечно, конечно, я тебя прекрасно понимаю, флот. У меня дядя был моряком, капитаном. А я не пошел по его стопам, потому что мне хватило одного года в товарищном училище. Я понял, что это не для меня все. Вот, видишь, Максим, чего только про тебя не узнаешь, да? Романтика моря разрушена была годом обучения в речном училище. Так что, может быть, все деградировало уже к тому времени. Да, не только про меня, это же я же не про себя говорю, это вообще не столько про себя, да, сколько вот про людей, таких, которые оставили вот, ну, после себя там. Вот, вот, книжка записная, да. И удивительно просто. Я храню, храню, да. Вот. Маленько, теперь я предлагаю, предлагаю ответить на философские вещи. А вот еще Моби пишет. Чем глубже боль, сложнее кризиса, длиннее вереницы лихолетий, тем больше, обширнее, быстрее, сильнее, массовее начинают говорить о вере, религии и духовности. Забалтывая красивыми словами ту безнадежность, которой обременяется человек, попавший в сложные жизненные ситуации и обстоятельства. Так это? Так, абсолютно. Это вот просто очень коротко сформулированная ситуация в непростые времена. Анонимный пользователь. Вот настроение поднимаете здорово. Валя очень привлекательный человек. Море обаяния, ума тоже. Ума океан. И просто приятно ее слушать и видеть Валю. Спасибо каналу и автору его Максиму. Спасибо, мне очень приятно, что наша работа нравится людям. Что поднимаешь настроение. Так, хорошо. Максим, мы взаимно это делаем, так сказать, с двух сторон. Да. Да, и расстояние не преграда. Мы с Максимом работаем в зуме, смотрят нас, не знаю где, тоже через интернет. Вот видите, на бескрайних просторах интернета люди могут найти друг друга. И никакой телевизор нам не нужен. Так, да. Вот, между прочим, вот это Светлана. Все вранье, она никогда не была монахиней. Светланочка не вынесла. Ну, хорошо. Я не буду спорить. Если человек во что-то верит, если ему хочется так думать, то спорить с ним бессмысленно. Итак, теперь, да, мы не спорим, мы не боремся. Думайте, нам-то все равно, что вы думаете, честно говоря. Это ваша жизнь, ваша голова, ваши мысли. Ваше восприятие. Мы отвечаем за себя. Мы отвечаем за себя. Вот именно. Итак, немножко пофилософствуем. Игрушкой в руках судьбы я пребывал всю жизнь. Надежду на счастливый день я не терял всю жизнь. Был нищ, мечтал разбогатеть. Никто, никто на свете мне ничего не обещал. А я прождал всю жизнь. Мир загорит. Перевод Северцева. Валя, вопрос такой. Вопрос такой. У тебя есть ощущение, что тебе никто ничего в церкви не обещал, а ты вот ждала там чего-то 17 лет? Ну, у меня другая ситуация. Я же много раз ее объясняла, что моя ситуация была совсем другая. Вот. И я понимаю, что когда человек выходит вследствие конфликта или чего-то там такого, или не... Не знаю. Ну, у всех свои обстоятельства. Каждый уходит по-своему, да? Ну, сейчас много ушедших уже мы поговорим. Десятках и сотнях людей, даже которых мы знаем, кто нам пишет. Вот. Поэтому у меня другой случай. Это мое было осознанное решение. И мое право изменить мою жизнь так, как я считаю, нужно изменить. Если как бы вот... Да. Вот то, что я вижу, не соответствует мне. моим желаниям, моим настроениям. Ну, а теперь что? Теперь такая... Ну, а теперь что? Ты ждешь всю жизнь или ты не ждешь уже? Ты уже действуешь? Я предпочитаю действовать. Во-первых, во-вторых, смотри, вот очень часто, вот особенно по поводу богатства денег и всего остального, они, их у людей нет не потому, что они там глупые или какие-то еще. Или кто-то у них это отнял. Просто потому, что они не знают, во-первых, для чего им это надо, да? Во-вторых, понимаешь, деньги – это энергия, если мы сейчас про деньги говорим, да? Ну, это самое простое, я всем понимаю. Это я вот точно знаю, про себя знаю. Что я вот нынешняя здесь и сейчас, вот такая, как я есть, я, например, не готова к энергетике ваших денег. Это особая энергия. Я встречалась, ну, у меня есть богатые заказчики, да? Среди моего окружения есть люди, так скажем, богатые, да? Вот, то, что принято именно в финансовом смысле. Мы сейчас же не говорим о другой богатстве всех сторон жизни. Мы говорим конкретно финансово. Это не хорошо, не плохо, но просто эти люди могут пропускать через себя большие энергии, вот этих самых денег. Я не могу, точно не могу. Друзья мои, я предлагаю помочь Вале разочароваться в своих установках, в самооправдании. Нет, нет, но я же не говорю, что это навсегда. Я предлагаю, я предлагаю тем, кто смотрит. Сейчас засыпьте меня донатами, я сразу смогу пропускать через себя энергии. Засыпать валюту донатами, засыпать донатами, да, перечислить ей, ну, я не знаю, там, месячную зарплату. Каждый перечисляет, вот, ей месячную зарплату. Мы просто эксперимент социальный проводим, посмотрим, как она с этим справляется, готова она к этому или нет. Вот мы посмотрим, что с ней произойдет. Вот знаешь, промесячную зарплату, это как раз очень все забавно по поводу художников. Это вот всегда вот эти разговоры, когда ты, например, начнешь сцену, человек выпучивает глаза и говорит, как, почему? Я говорю, я это делала 4 месяца. Вот ты сколько за 4 месяца заработала? Вот как ты думаешь, сколько должна стоить работа для того, чтобы вот так сделать 4 месяца? Я училась 30 лет. Вот как ты думаешь, сколько это может стоить? Вот. Это потом уже вот, ну, просто сразу объясняешь человеку, потому что у него фантазия. Вот он себе придумал чего-то. Он думает, что вот сейчас раз побежал ему и вот это вот быстренько-быстренько сделал. А даже если ты быстренько-быстренько сделал, то это вот разные вещи, понимаешь? Друзья, с Валей не торговаться, не торговаться. Вот сколько она скажет за портрет, столько платите. Ну, единственное, что, ну, я думаю, компромисс, ну, рассрочка платежа. Все. А так не торгуйтесь, платите, потому что это стоит того, это шедевр, будет шедевр обязательно, я уверен. Кстати, я хотел вот как раз еще и поблагодарить тех, кто поддерживает Валентину и поддерживает ее донатами. И тех, кто поддерживает наш видеоканал. И становясь, делая донаты и становясь спонсорами. И вот для спонсоров у нас масса бонусов. Это уже больше 150 роликов по теме психологии и психотерапии. Философии очень интересные, полезные, необходимые для всех. Это психологическая культура. Это как поменять мировоззрение, поумнеть и быть счастливыми и добиться всего, чего вы хотите. Следующий, следующая цитата. «Вы все более и более ухудшаете свое положение, — говорит главарь. Если мы захотим поверить вам, то следует забыть все вами ранее сказанное. Нет средства защитить себя, если у других нет на то доброй воли, — подумал Карл, ничего не ответив главарю. Он знал, что все, что он скажет, покажется совсем иным окружающим. И будут ли приписаны добрые или дурные намерения его действиям, зависят только от настроя спрашивающих». Вот скажи, пожалуйста, настрой в церкви какой? В монастыре. Ну, опять-таки, в разные времена, в разных местах был совершенно разный настрой. И, знаешь, у одних священников как бы было легко исповедовать, у других очень и очень трудно. Вот, потом есть такое правило, такое наблюдение, каков поп, такой приход. Вот, обычно, знаешь, если, ну, есть такой яркий, харизматичный руководитель церковной организации, то там рано или поздно все начнет соответствовать его устроению внутренне. Вот. И беда, например, беда, когда в епархии, ну, я видела разных архиереев, разных епархиях, разных настоятельных монастырей в разных монастырях. И вот, если человек, скажем, ну, если ему удалось сохранить хотя бы доброту, человечность и честность, то это будет очень хорошее место. Там люди будут получать помощь. Там как-то все это будет по-человечески устроено, справедливо. Вот. А если человек вот, как бы, жесток, а если у него еще какие-нибудь отклонения такие интересные, сексуальные, скажем, то все вот там будет вот такое вот. И это сразу будет видно. Ты только зайдешь туда, это будешь шкурой чувствовать. У тебя знаний не будут, как бы ты, ну, а ты это будешь считывать вот на невербальном уровне, да? Вот. И вот такая вот беда, когда особенно такие большие организации на всю страну, на большую страну возглавляют люди, как бы, недобрые и немилосердные. Вот, как бы, вся организация рано или поздно к этому сводится. Да, это буквально так и есть. Вот, опять-таки, я уже говорила сегодня, что я тут подписалась на два телеграм-канала, я их читаю, говорю, знаешь, как новости с Марса. Или я не знаю, откуда еще. Это настолько неразумно, ненормально, бесчеловечно. В 21 веке не лезет ни в какие ворота. О чем люди говорят, о чем они думают, куда они тратят деньги. Огромные деньги. В нищей стране. Собираю, опять-таки, с нищих по копейке, да? Или пожертвования с каких-то там, я не знаю, криминальных структур. И вот это все крутится, вертится. Это какая-то, я не знаю... Понимаешь, театр абсурда звучит, как что-то очень легкомысленное. Я бы сказала, что это чудовищно. Вот. И если, как говорят, рыба гнет с головы, то вот это как раз то самое и есть. Чистят ее с хвоста. Чистят ее, безусловно, с хвоста. Но ты понимаешь, если люди в 21 веке руководствуются нормами двухтысячелетней давности и книгами написанными еще раньше. Те пропаганда и насилия, и телесных наказаний, и убийства, и войны, и так далее. Вот я бы сказала, что Библия – это очень экстремистская литература, если ее читать внимательно. по поводу... Я говорю сейчас... Это экстремистская литература. По поводу... Возбуждающая национальную рознь, возбуждающая преследование людей по национальным и прочим признакам и так далее, и тому подобное. Вот. Почитайте текст. У вас волосы станут дыбом и не опустятся еще очень долго. И вот этими нормами руководствуется современное общество в 21 веке. Предлагая так по этим нормам выстраивать семьи, выстраивать государство, выстраивать общественную жизнь, выстраивать научное сообщество, образование, искусство. А вы знаете, например, что? Лицидия – это был такой проклятой профессии, их даже на одном кладбище не хранил. С нормальными людьми. А сейчас актеры и артисты – это вроде бы как элит. И так далее. А уж про женщин я не говорю. Женщин – это вообще существо даже, но не второго сорта, а на уровне скота. Вот. Вот такие вот дела. Если обобщить. И дойти до головы. И что в этой голове? Насчет чистя с хвоста, я вижу, что ты покинула церковь, то есть произошел просто… Тебя не надо было зачищать, предавать анафеме и удалять оттуда. А какие-то здоровые силы они сами уже просто покидают церковь. И может быть, это останется таким филиалом психиатрической больницы, общественным филиалом. И все. Ну, потому что… Или ты соглашаешься вот с этим рабством, да? Вот мы тут зачитывали текст о том, как нужно вновь начинать воспитывать рабское сознание у современного человека, потому что иллюзия свободы, равноправия – это все лишь иллюзии, которые только разрушают общество. И вот нужно на новом этапе снова вернуться к христианскому пониманию рабства и привет. Ку-ку. Паноптикум. Паноптикум чувств. Паноптикум, да. Паноптикум. Да. И напоследок Эммануил Кант. Мораль отнюдь не нуждается в религии. Да, а предыдущий это был Франц Кавка. Я сказал? Нет? Нет, не сказал. Это был Франц Кавка. Хорошо. Эммануил Кант. Нас все больше и больше, да, вот с нами, смотри. Эммануил Кант, Франц Кавка, Беспаскаль, там, и так далее. Общество. Ты чувствуешь, кто нас окружает? Какие люди? Да. Это. Мораль отнюдь не нуждается в религии, но неизбежно ведет к религии. Не сказала бы. Не сказала бы. Дерзну с ним поспорить. Я не... Хочу сказать, что в то время, когда он жил, наверное, так оно и было. Ну, вот интересно, что в какое-то время я думала, что это действительно так, как он сказал, да? Потом убедилась, что чем дальше от религии, тем больше морали. Вот так. Потому что у этих людей нет. Понимаешь, в чем дело? Происходит такая очень быстрая подмена, когда у человека есть инструмент, религиозный инструмент, как ему примириться с собой и избавиться от грехов, от угрызений совести. Ну, что очень просто. Ты можешь натворить все, что угодно. Убить человека, потом пойти покаяться, и все, у тебя Бушенко простил. Человек к этому очень быстро привыкает. А у людей, у которых нет такого механизма, у них есть совесть. И у них нет вот такого простого способа с этой совестью договориться. Поэтому они стараются жить по совести, соблюдать мораль, чтобы она их не мучила по ночам. Вот так вот. Мы не знаем, что имел в виду Эммануил Кант. Можно предполагать, и лучше, конечно, это... У него спросить. Она вырвана из контекста, но для нас это сейчас неважно. Нас не интересует мнение Эммануила Канта. нас интересует мнение Валентины Маленковой, что она думает, и как она мыслит. И это такая отправная точка для просто размышлений и для того, чтобы для осознания своего собственного опыта. Но все-таки последнее. Вот Пауль Зивик очень хочется прочитать. Для человека все в этом мире без всякого исключения даже самая жестокая, даже сама смерть может служить ему на благо. Нет ничего в мире, что было бы абсолютно и непоправимо дурно для него. Ну вот с этим я могу согласиться, ну как тебе сказать. Это очень страшная штука, но это действительно так. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но я с этим согласна. Потому что то, что нет ничего хорошего, вот однозначно хорошего для всех и во все времена, на все времена, так и нет ничего однозначно плохого, опять-таки, для всех и на все времена. И даже самые-самые жесткие уроки массового насилия, вот этого всего, они в результате, так сказать, заставляют общество развиваться отдельного человека. Вот, но это вовсе не значит, что вот как бы это очень жесткие уроки. Желательно все-таки быть от них подальше. Спасибо огромное. Понимаешь, одно дело воспринимать это с точки зрения Земли, а другое дело как бы с того света все по-другому видеться. Прекрасно, прекрасно, глубокое, философствующее, мудрое, опытное, многоопытное, бывшим издеваешься. Валентина Муренкова, талантливая самая еще, немаловажная Валентина Муренкова. Спасибо, Валенька, за этот интересный разговор. Спасибо, Максим, щепотку самой иронии, и спасибо нашим зрителям. Ну а я предлагаю зрителям нашим конечно же оставлять комментарии, делиться этим видео и другими видеороликами, писать его личку, делиться своими историями, пишите на имейл, в личку, в соцсетях и включайтесь в наши диалоги, высказывайте свои мнения, огромная благодарность тем, кто пишет нам. Не важно, что вы пишете, главное, что вы пишете и самовыражаетесь, и занимаете активную жизненную позицию. И, конечно, благодарим тех, кто поддерживает канал, не только на словах, но и материально. Любая ваша поддержка, она ценна и действенна. Спасибо, спасибо, всего доброго. До следующих встреч.